Когда-то, в начале 20 века, он выбыл участок на обрывистом берегу Волги. И примерно в 1908-1909 году построил здесь свою знаменитую дачу. Ее называют домом с призраками или графскими развалинами. Дача со слонами купца Константина Головкина много лет находится под охраной и обросла не только травой, но и самыми разными мифами. Развеять их самарцы смогли в Международный день памятников и исторических мест. Мы решили в этом году начать вот эту традицию такую и начать с дачи Головкина не случайно, потому что в этом году празднуется 150 лет со дня рождения Константина Павловича. Вообще любой житель любого города должен знать о своем городе. Чем Самара отличается от Саратова? Хотя бы тем, что у нас есть дача Головкина со слонами, а у них ее нет. Кроме того, Головкин, конечно, был уникальным человеком. Основатель Самарского художественного музея, художник, краевед, фотограф, меценат. Он во многом опережал свое время и финансово мог позволить себе построить этот дом в столице Австрии. Но настолько беззаветно любил Самару, что даже в условиях надвигающейся революции решил остаться на родных берегах. Дачу Константин Головкин проектировал сам при поддержке архитектора Валентина Тепфера. Я на самом деле очень люблю дачу с слонами. Каждый раз, когда приезжают друзья из другого города, я вожу их. Там есть такая тропка вдоль заборчика, откуда можно увидеть слонов. И каждый раз я говорю, что вот смотрите, это визитная карточка нашего города. Если вы не были здесь, вы, считай, в Самаре не были вообще. Поэтому для меня было огромной удачей попасть сюда. Я очень рада возможности увидеть слонов вот этих вот вблизи. То есть это вообще просто классно. Они очень красивые. И вот эта вот статуя тоже. Ну и само здание очень красиво, очень яркий представительный модерн. У нас самарский модерн, уникальный. Вообще самарская архитектура. Я считаю, что ее нужно сохранять, нужно ее беречь. В год 150-летия со дня рождения купца Головкина дачу решили отреставрировать. Конечно, это потрясающее здание. Я очень рада, что в этом году начнется его реставрация. С помощью, в том числе, федерального бюджета. Это, конечно, большое достижение. Я надеюсь, что реставрация будет проведена на должном уровне. И, конечно же, хотелось бы увидеть максимально возможное возвращение к оригиналу. Дачный комплекс со слонами – объект культурного наследия федерального значения. Сейчас он принадлежит Самарскому политехническому университету. После реставрации, который по проекту завершится в следующем году, его планируют адаптировать под учебные классы для будущих архитекторов. Ульфия Сафина, Николай Сидоров. События.